сегодняшняя гостья программы правда 24 была рождена звездой так решили ее родители и проект этот удался бесспорно а что получилось что не получилось мы поговорим об этом с юлией начал и здравствуйте присаживайтесь или вот насчет того что не получилось я на вас смотрю всегда думаю такая красивая почему не кино вот почему все таки петь мне кажется в кино то играть как-то вот попроще мне бы не сказала что это что-то профессия что-то профессии это если делать все профессионально конечно это не бывает все так просто вот но кино в принципе в моей душе где-то теплится это надежда когда-нибудь проявить себя моей жизни было три фильма которых я проучаствовала играла и главную роль музыкальный фильм и мне кажется интересные люди нет как вот по вашим ощущениям собственно не это конечно мне это очень понравилось конечно это все что связано с такой творческой профессии это очень близко мне я это делаю с большим с большим удовольствием но пение все равно это моя отдушина это самое главное я думаю что все дело в родителях если бы родители были непрофессиональными музыкантами а профессиональные киношники могу не возможно вполне возможно да я впитывала все что что давали мне родители в детстве что они в меня вкладывали какую информацию и здесь не знаю воспитание там от джаза и классическая и все что нас все уже не росли на джазе наверно ну да это такой большой пласт который я проходила элла фиджераль да в каком возрасте возрасте до школы 5-6 до школы бедный ребенок не бедный наоборот счастливый богаты знаниями вот так большому счету никогда не чувствовала что у меня там не было детства или метом настолько перепичкивали в радость все мне как-то было вот интересно если мне было неинтересно поверьте мне у меня такой характер я моя дочка делает всегда вот так нет мне говорили не доверить красивым женщинам поэтому я не поверю но главное чтобы зрители поверили вы знаете у нас есть традиция передачи мы перестраиваем бездомных котов да боже ты мой да олимпийский чемпион алексей спасибо алексей воевода назвал андреем его зовут андрей теперь его да теперь его зовут андрей вот он у нас привет андрей у вас есть домашние животные знаете у меня были домашние животные и в детстве нет не совсем не совсем так вот подошел такой период когда вот они ушли из жизни это просто члены семьи были это было кот и две собачки звали померанский шпиц кнопка на пятошка кнопа по-разному и называли дом а потом ёршевские терьеры люся вот ну по паспорту там и их всех звали конечно к забубенными этими именами жаклин там еще кто-то кот у нас был сен-бат но это был сенья семён вот персидская шиншилла тоже был белый я конечно очень люблю животных считаю что вот животные дома это они какой-то вот определенную определенное настроение как это жизнь вот другую показывает не знаю обожаю андрюша хороший немножко стрессирует потому что он со звездой в эфире поэтому он немножечко у нас нервничает сейчас вы участвуете в проекте один в один на телеканале россии мне рассказывал ваш коллега денис клявер что подбирают обычно образ для перевоплощения самый далекий от исполнителя вам об этом что-то известно или нет ну конечно потому что вот вы были юристу новым начале самой первой программе я была я показывала двоих артисток марая керри ведь не хьюстон тоже очень была такая нелегкая задача номер был сделан сказочно это была голограмма и ощущение присутствия живой ведь не хьюстон который мне же приходилось снимать все и вот эти вот повадки и и манеры не говорят им о голосовых но второй номер который мне достался второй так вот так сказать его юрий шатунов и солист группы и ласковый май мы с вами знаем вот например моя дочь когда она узнала мама кого-то будешь показывать ей 7 лет вот вера мы про тебя начали говорить уже ружья вот она поближе к маме только мама говорит кого-то будешь показывать я бы юрия шатунова она кому-то по телефону говорила то ли там бабушки мама будет показывать юрия шипунова для молодого поколения это ну как сказать для них не может быть не совсем известно все вот мы-то с вами знаем историю всего этого вера а ты что слушаешь какую музыку я обычно слушаю мама и марокеря это для меня номер один мама мама и марокеря это просто нам было хорошо а любимые песни мамина а вот и прокололась вера вера прокололась сладка жизнь и буду рядом за из новых она знает все она слышит все я иногда беру ее на студию с собой и ну когда выходные дни там что-то там если это не мешает школе занятием или а ваша любимая песня из репертуара ласкового ума есть ли есть такие конечно белые розы которые исполняла и столько такое количество раз белых роз сколько я слушала за эту неделю которыми надо было учить это все вот я не могла понять единственная там была такая фраза немного теплее за стеклом но но злые морозы почему вхожу в твои двери словно в сад июльских цветов ну как тот нелогично там но злые морозы оказалось пытались луику на и да 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 оказалось он просто не пропевал в но в злые морозы это тем кто тоже не понял как бы на протяжении стольких лет я никогда не вникал в тексты но музыка такая золотая да 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 вера ты поешь пою но я еще как бы профессионально не пела это к детушкой еще учусь я не смеюсь просто милиции я не радость обрати внимание даже андрюша не смеется все тебя слушают а спой что-нибудь может напечь что-нибудь из маминого конечно такую песню сейчас вы помните желтую осень когда мы пришли первый класс громче и первый звонок колокольчик волшебный для нас прозвенел первый раз были участвовала в моем концерте который был год назад в лужниках небольшой концерт бенефис практически никогда не делал в москве таких больших сольных концертов прошло большое количество людей и веруша выступала со мной в одном номере я пела колыбелью который посетила ей это было в рамках американской программы которая представляла там в первом отделении вот и вера просто учила куда нам ручку по куда нам поставить куда нам ножку поставить просто потихоньку мы будем набираться опыта то что я вы не похвалили веру замечательно совершенно умница моя я ее хвалю 38 восемь раз на день потому что она очень хорошая девочка девятый раз да и моя красавица а что ты любишь больше всего делать я имею ввиду то что петь любишь это я уже понял рисовать или пить заниматься творчеством творчеством заниматься а кем ты будешь когда вырастешь когда станешь как мама большой и красивый покажет возраст ухты как мы отличаем уже это прям как заготовка это прозвучало мы умеем это просто действительно не ваше опыт я по ним понимаю такой эфирный скажи пожалуйста а часто так бывает что мама отсутствует и ты скучаешь да очень часто очень часто за ее репетиций у нас не получается очень очень ну каждый день как бы нам хотелось не получается что иногда я поздно заканчиваю вера должна ложиться раньше естественно у нее свой график у меня просто школа понятно а кто занимается с тобой бабушка дедушка у нас семейный подряд мне очень повезло в этом плане потому что начиная с того что моя мама вообще певица по профессии папа музыкант и композитор и здесь помимо того что есть какие-то знания которые не могут веруся просто как бабушка с дедушкой еще то тепло которое дают и не знаю это им не ощущение что это вот ну мы одна вот такая вот семья несмотря на то что взрослые дети всегда отделяются более-менее у нас очень близкие отношения если бы была возможность у вас выбирать образ для реализации в проекте один в один кого бы вы хотели сделать я бы хотела сделать аллу пугачёву людмилу зыкину хотелось бы почему почему пугачёву почему зыкину потому что мне кажется гораздо легче проще показать какие-то комичные номера нежели то есть пугачёва еще понимаешь что это комичный номер музыки на т.п. нет нет я не имею ввиду этих артистов наоборот у меня как бы восприятие их если брать русских артисток актрис потому что не бывает ни одного пустого сказанного слова если ты что-то вот можешь перенять какие-то там манеры движения там поворота головы ногами походку все что угодно даже тембр голоса где-то там подделать то внутренняя суть она она должна быть наполненным практически приближенным по крайней мере к тому что дают эти артисты вера ты знаешь да эту передачу один в один ты видела конечно конечно ну и если бы тебе вот надо было выбрать такой вот образ ты кого бы хотел спеть за кого-то показала но кто тебе нравится больше всего ну кроме маму само собой разумеется в основном мне нравится марая керри последовательный ребенок на своем стоит а ты была когда-нибудь на концерте марая керри нет нет а почему так почему так сложилось что у нас ребенок не было на концерте марая керри хорошо тогда когда вы последний раз вообще были на большом концерте я была летом на концерте бейонсе в лос-анджелесе стейплс большом зале и в лас-вегасе на селиндион на селиндион я плакала на бейонсе я конечно не ревела не плакала настолько например селиндион когда она пела песни которые были там моего детства еще я училась на них потому что вот пласт этих артисток таких как лично легендарные певицы нашей планеты это хьюстон этом керри это селиндион я не буду брать там старую школу да ту же эллу это такие базы основы это разные жанры здесь делали это да это такой это поп в принципе это настоящая поп-музыка очень качественная и голосовая и мне это очень близко я считаю что многие девочки певицы там положим его возраста они все практически воспитывались на вот на видне хьюстон на марая керри и на селиндион и мне кажется что все таки нет почему мне кажется во всяком случае когда слушаешь певиц вот этой волны вашей ну не знаю вот я не вижу ничего там из перечисленного не видите вообще мне кажется что нет ну с другой стороны я ведь не не профессионал скажите а вот вы для себя как вы определяете жанр в котором вы сейчас работаете поп-музыка абсолютно у нас качественная поп-музыка в россии нет почему в смысле вот они не почему вы так думаете потому что это я думаю общее мнение а почему так сложилось что у нас нет качественной поп-музыки конечно это тяжело так философствовать на эту тему там разглагольствовать но ну потому что не знаю для того чтобы хорошо петь так или хорошо по крайней мере продюсировать то что там проекты какие-то создаются да например взять вокалиста и помочь ему правильно сделать продукт качественно для этого нужны уши не у всех как бы вот так называемых продюсеров есть слуха я не думаю что просто обладает идеальным слухом поэтому и качество знаете это как во всем мире научились кушать уже хорошую еду ну по крайней мере разбираться что плохо что хорошо там есть все стараются ездить на хороших машинах хорошую одежду по крайней мере понимают что вот это не очень а вот это вот хорошо но вот в искусстве в музыке у нас вот по крайней мере это мы очень так отстаем на мой взгляд хорошо не будем тогда грустным я уверен тогда хочу раз уже тема еды у нас затронуть эти мама что не готовит из еды или тебе бабушка готовит бабушка и мама тоже на что мама готовит мама может приготовить вкусные макарончики пасту еще омлетик да я на самом деле прям увлекаюсь вы такой вопрос затронули очень много собираю книжек и делаю разных таких вкусных блюд дома и кто-то мне верят кто-то не верит но те кто люди которые бывают у меня дома и родители мама очень любит выкладывать соцсети иногда там мама выкладывать соцсети мама есть facebook да 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 и у меня есть вера у тебя периодически мелькает в наших фейсбук еще очень рада я считаю так хорошо вот последнее что я приготовила для там дома просто для семейного ужина так бывает что даже не приурочивая какому-то празднику это было запеченная бараньей нога с айвой и двумя соусами мятным и томатным вот это вот в общем мне рецептов очень много она любит это готовить на рождество особенно на рождество рождество дает что-то рождественское нет ну а кто-то делает гуся кто-то делает индейку а вот а я делала баранью ногу вы же очень рано начали выступать все-таки это наверное не как все рано с пяти лет да и ну у нас в пяти лет прямо скажем не все начинает поступать вот вера не выступает еще и уже не знаю я всегда ощущала какую-то вот такую ответственность знала что мной занимается взрослый что взрослых вести нельзя у меня такое правило не могу я сказать что я родители всегда очень сильно тщательно боролись за то чтобы у меня даже в зародыши не началась звездная болезнь вот и какие-то первые моменты кроме начали угадывать там после конкурса утренняя звезда как тогда еще вообще два канала в стране были три неестественно популярность очень быстро росла можно было проснуться несколько съемок уже известным человеком начали показывать пальцем где-то шептаться где-то что-то мне всегда как-то я испытывал какую-то неловкость как-то не как-то неудобно мне почему они так смотрят или пальцем там где-то показывают многие мечтают чтобы на них показывали пальцами узнавали все таки я считаю что хорошо что это все пришло ко мне как-то не очень осознанном состоянии и это как-то само собой все развивалось если это все свалилось в осознанном состоянии потому что вера в осознанном состоянии это я вижу просто по его глазам слежу нас помимо кошек есть еще одна традиция это игра в правду вера это взрослая игра поэтому мы с твоей мамой поиграем а ты посмотришь просто не подсказывает потому что это на самом деле мама должна будет отвечать на вопросы вы вытягиваете фишку определенного цвета и соответствующего цвета брать карточку и зачитываете вопрос на трасс меры не подсказывает всякий случай если вопрос вам покажется неинтересным скажем так вы его просто игнорировать хорошо три вопроса к нас будет вот а вытягивать фишку я хочу чтобы это делала я выбираю одну фишку и давай маленький голубая клубы этого нужно подумать выбирайте любую голову карточку можно любую до читаю до читаете вслух вы втайне считаете маленьких детей некрасивыми это совсем вот про младенцев лично что это французы дали вопрос на самом деле очень много быть не может но я думаю что это женское многие мужчины считают что от младенца они совсем-совсем не привлекательны такие вот совсем боже мой не знаю я уже пережила тот день ту радость считаю что это самый счастливый день в моей жизни ты 1 декабря это вера на день рождения и первый день зимы у меня ассоциируется я даже вот я весь день волнуюсь я помню очень хорошо помню когда ее первый раз мне дали и то что я испытываю я еще ни разу в жизни то так такое состояние не испытывал поэтому я не могу даже произносить такого как дети это самое еще одно что-то волшебно красная вы когда-нибудь корили своего партнера за то что он зарабатывает недостаточно денег веришь стал не подсказывать мамы зрения такое что у меня был такой эксперимент в жизни когда мой партнер в далеком-далеком прошлом очень долго я так сказал искал себя настолько долго что это все это все обращается то что мужчина который не может найти себя или по крайней мере не хочет делать вид что он ищет как бы другую не хочет он начинает обрастать какими-то комплексами и вот это реализация которая не происходит начинается самоутверждаться за счет женщины это никогда не приводит ничего хорошему поэтому девушки как бы то ни было можно смотреть можно присматриваться можно как-то не знаю где-то проявить понимание но всегда правильно когда мужчина стоит поставь всегда правильно как москва слезам не верит да все равно вот правда жизни нас всегда вот выходит в другую сторону всегда это вспоминают когда на это даже не буду спрашивать о ком вы вели речь пусть это не останется такой небольшой тайны ну и последнюю пешку и не опять краской интересный расскажите о своем худшем свидании отличный вопрос мое худшее свидание это это было в школе это было в одиннадцатом классе когда мы договорились пойти в какой-то кафе там с моим однако нет мальчика с параллельного класса у нас как так смешно были два класса и когда я шла на это свидание боже мой я споткнулась я упала в лужу я где-то проехалась вот так вот прямо пальто черное красивое такое пальто в таком виде нельзя было идти до свидания но кстати меня поняли я всегда с юмором отношусь таким вещам вот но может быть не у всех но у многих девчонок были такие ситуации когда так хочется выглядеть на просто на все стоя сейчас такая королевная в лужу и я считаю что мои сегодняшние гости выглядят как королевы как королевы и принцессы и пусть всегда так и будет пусть все у них будет хорошо пусть вас будет хорошо девочки